Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Не за горами зима, не за горами сезон отопления, ну и, соответственно, заказы. Сгоны, трубы, ерши. В этот раз мне нужно сделать гайку. Или нет, не гайку. В общем, мне нужно сделать переходник. Наружная резьба полтора дюйма. И вторая сторона дюймовый ерш. Длина не менее 25 сантиметров. 250 миллиметров. Можно больше. Подозреваю, что это для расширителя. Какую-нибудь сторожку. Итак, делаю с 55-го шестиграника. 315 оборотов. Подача 125 тысячных миллиметров на один оборот. Чтобы нарезать резьбу на полтора дюйма, нужно проточить до 47,08. Извиняюсь, 80. Вот, видите, стандарты. 11 ниток на дюйм. В миллиметрах будет 2,3. Это нужно для расчёта заглубления. Если у вас нету проверочной муфты или чего-то там ещё. У меня муфты есть. Правильнее сказать полмуфты. Потому что одна сторона вообще там нерабочая. Я пытался её накрутить. Безуспешно. Во время этой работы произойдёт неприятность. Я забуду разомкнуть маточную гайку и суппортом въеду в патрон. Кошмар любого токаря. Случилось такое со мной первый раз. Почему я вам это показываю? Можно было это просто не монтировать в видео. И всё было бы гладко. Но если уж я назвал канал «Дневник сельского токаря», то в дневник надо вносить всё. Как вахтенный журнал. И хорошее, и плохое. Да и не может быть, чтобы всё было гладко. Как говорилось в одном известном фильме «Дерьмо случается». Ну, тут, конечно, не дерьмо. Тут целая куча этого самого. Итак, нарезаю резьбу 11 ниток на дюнь. Диаметр 47,8. 315 оборотов в минуту. Резец имеет профиль 55 градусов. Это профиль дюймовой трубной резьбы. Также существует просто дюймовая резьба с профилем 60 градусов. У нас в хозяйстве болты есть такие на импортных тракторах с дюймовой резьбой с профилем 60. Штуцера. Да и сейчас уже так всё это плотно вписалось. что уже не знаю, чего больше. Метрической или дюймовой техника импортная. Так, отметить муфту, какая сторона рабочая, какая нет. Сантехнику желательно делать с небольшим зазором для подмотки. А вот сейчас я забыл разомкнуть гайку. Забыл разомкнуть гайку и начинаю сверлить. И со всего маху долбанул в патрон. Так, что завизжал то ли фрикцион, то ли падающий червяк, я не знаю. Экспериментировать не буду для того, чтобы узнать. Что нужно делать в таких случаях, если, не дай бог, это произошло? Ни в коем случае не надо никакими ломами сдёргивать там, как мне раньше рассказывали. Достаточно просто отвести. Не выключайте гайку через силу. Достаточно с помощью малой продольной отвести каретку. И после этого уже гайка легко разомкнётся, потому что она будет уже без натяга. И можно продолжать работать. Я отделался лёгким испугом, потому что на станке никак не сказалось. Размер держит, не подрывает. В общем, пронесло. Сейчас я сделал отверстие на 29. Так, снять фаску, потом отрезать и расточить на 30 целых по ГОСТу. По-моему, 3 сотки. 3 десятых. Что-то сотки цепляются. Ну, я сделаю 4 десятых. для чего я вам показал то, что произошло. Вот это моя невнимательность и последствия могли быть куда хуже. для чего я показал. Да просто, чтобы вы были внимательнее. Те, кто начинает работать на станках. Нарезал резьбу и замкни гайку. Всё просто. Немного торцануть. Придать божеский вид. Снять фаску и расточить. Простая работа. Сейчас мои видео стали выходить реже. Мне этого совсем не хочется. Так, вот растачиваю 30 целых три десятых по ГОСТу. Но я 3 целых четыре десятых. Я уже говорил, что делается зазор для подмотки и прочее. На чём я остановился. Да, видео стали выходить реже. Мне этого совсем не хочется. но дело в том, что уже по-моему третью неделю или вторую нам отключают электричество три дня в неделю. В общем, я работаю в понедельник, пятницу. Нет, остальные дни я тоже работаю, но не за станком. Электрики делают капитальный ремонт. Как только электрики сделают своё видео, постараюсь выпускать три раза в неделю может быть. Может быть пять раз в две недели. Посмотрим. в зависимости от заказов. Итак, нарезал резьбу. Сразу резал вторым метчиком. Первый есть у меня, но как-то уже привык сразу вторым. Я имею ввиду дюймовый метчик. Потому что, повторюсь, можно прослабить немного десятку, полторы. вот видите, как резец раскрошило при ударе. Работать им ещё можно, но я сделаю новый. Надо пометить, что он трубный. устанавливаю с помощью шаблона рыбка. Теперь нужно на трубе дюймовый с одной стороны сделать ёрш, ну, а с другой резьбу. 630 оборотов в минуту. Всё те же 125 тысячных миллиметров миллиметра на один оборот. резец проходной отогнутый вправо. Проходной отогнутый имеет такое свойство, как работает практически всеми гранями. Внутреннее, наружное, ну, и, собственно, сама проходная. Он как сапожный нож. Режет во все стороны. небольшую фасочку снять с отверстия внутреннее побольше снаружи. Вот, видите, по ГОСТу размер 33,25 но обычно берется труба и снимается миллиметр. После этого нарезается резьба. 11 нитка на дюйм. В миллиметрах 2,3 десятых. Иногда под видео, под каким-нибудь видео, где я режу кратный шаг, например, 3,2 или там полтора, шаг к кратной шагу винта, то есть 12. В комментариях пишут, что не обязательно гонять фрикцион, можно резать размыканием гайки, можно, я не спорю, но у меня на станке гайка плохо входит в зацепление. Станок хоть и новый, но есть мелкие недоработки. И вот гайка плохо входит в зацепление и можно просто запороть резьбу. Как-нибудь я сниму про это видео. И также ладно, не буду забегать вперед, покажу еще некоторые нюансы, почему я не режу размыканием маточной гайки. Вот и все, работа сделана. Работа простая, а неприятности могли быть большими. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. До свидания, всем удачи. До свидания,